Киногод начался под знаком женщин. В канун пандемии на Берлинале блистали Хелен Мирон, Мэри Эль Феннинг и Паула Бер, получившие серебряного медведя за роль в картине «Ундина». Золотой медведь фестиваля ушел иранскому режиссеру, автору картины зла не существует. Однако лично Мухаммед Расулов в Европу приехать не смог. Медведя получила его дочь. У меня столько смешанных чувств, грусти, счастья, подъема. Я очень рада за отца. Счастлива, что у нас есть шанс получить такую удивительную, особенную награду. Фильм состоит из четырех новелл, повествующих о людях, вынужденных любой ценой отстаивать собственную свободу в современном Иране. А потом случилась немыслимая пустая набережная «Круазет» в середине мая и объявление об отмене Каннского кинофестиваля из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, официальная конкурсная программа будет обнародована в июле, а в октябре в Каннах даже проведут несколько сеансов для местной публики. Мы не хотели пропустить Канны, вот почему мы здесь, для встречи с местной публикой. И для того, чтобы убедиться, что что-то из официальной программы конкурса в этом году все же будет показано во дворце фестивалей. Венецианскому кинофестивалю повезло больше, монстру удалось провести между двумя волнами ковида, пусть и с ограничениями. На фестивале было мало звезд, но жюри, во главе с непотерявшей энтузиазмом Кейт Бланшетт, отметила наградой картину «Земля кочевников» режиссера Хлойд Джао. Продюсер и исполнительница главной роли в этом пронзительном роуд-муви – оскароносная Фрэнсис Макдорманд. Любители кино смогут увидеть «Землю кочевников» в 2021 году. А в конце сентября кинофестиваль в Сан-Себастьяне представил в том числе и несколько фильмов, первоначально отобранных в Канны. Сразу три награды, в том числе и золотую раковину, завоевала 34-летний режиссер из Грузии Дея Кулуми Бегашвили с дебютной картиной «Начало». С первой полнометражной картиной все в нове. В этом году, несмотря на ковид, я впервые пережила опыт совместного просмотра картины с публикой. Это так необычно. Тяжелый, глубокий и великолепный, по оценкам критиков, фильм выйдет в прокат после снятия ограничений на работу кинотеатров. КОНЕЦ